Актуальные вопросы развития семейного предпринимательства обсудили на рабочей встрече, которая состоялась в зелёном зале бизнес-центра «Тверь». В разговоре приняли участие представители самых разных профессий. Житель Торжка Дмитрий Словацкой только что расставил для дегустации свою продукцию. Это чисто русский напиток, про который многие уже и забыли. Сбитень. Мы сторонники здорового образа жизни. Считаем, что еда должна быть здоровой. Мы сами, у нас у самих пасек, едим мёд, продукты с огорода нормальные. Ну и, соответственно, хотим, чтобы другие люди тоже пили и ели здоровые продукты. Сбитень они делают всей семьёй. Также работает и приехавший из Оленина Василий Замразевич. Вместе с женой они уже 10 лет выращивают и продают Иван-чай. Причём, несмотря на свой колоритный древнерусский облик, Василий Замразевич – активный пользователь интернета, где он и подсмотрел идею своего бизнеса. Ролик был про Иван-чай. И потом почитали маленькую литературу и пришли к мнению, что этот продукт должен быть у нас в России. И начали его возрождать. Преимущество, наверное, единственное такое весомое – это в нём не присутствует кофеин. А семейная пара Гринёвых вместе со своими детьми изготавливают леденцы, карамели и прочие сладости. Дело идёт хорошо. Однако домашние кондитеры отмечают, что дополнительная помощь тем, кто занят семейным бизнесом, в нашей стране не помешает. Хотелось бы, естественно, чтобы помогали, давали какие-то субсидии, давали какие-то, может быть, помещения, и чтобы об этом как-то была информация. Потому что, может быть, если что-то есть, но не все об этом далеко, не все об этом знают. С ними согласен и Андрей Галкин. Он только недавно выкупил у администрации помещение, где хочет создать центр здорового питания на базе своей мастерской, где вместе с женой изготавливают сыродавленные масла. И не только. Это будет уникальный такой комплекс, заключающий в себе и туристическая направленность развития бизнеса, и возрождение старых ремёсел. Это отжим масла, это Иван-чай мы производим. Всевозможные вопросы и проблемы, возникающие при введении дела, и обсуждали предприниматели в ходе рабочей встречи, которая состоялась в зелёном зале бизнес-центра «Тверь». Организатором мероприятия выступила региональная торгово-промышленная палата, где считают очень важным поддерживать именно такой вид бизнеса, который пока ещё не очень характерен для нашей страны. Сейчас мы имеем те традиции, которые зародились в начале 90-х. Ну и посмотрите, уже идёт смена поколений. И вот закрепить вот это второе поколение предпринимателей, чтобы они продолжили, несмотря на все имеющиеся сложности, вопросы и так далее, заниматься тем, чем занимались их родители, например, это было бы очень важно. Самое интересное, что в регионе, да и по России в целом, нет точной статистики о количестве таких предприятий. По словам Владислава Шорикова, навести порядок здесь поможет закон о ведении семейного бизнеса, который уже разрабатывается в Государственной Думе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok